Индусы, насколько я слышала, относятся к перерождению как своего рода наказанию и накоплению кармы. Мы же, европейцы, если и веруем, что со смертью не умирает душа и мы перерождаемся, относимся к этому как к позитивному факту. Как все-таки относиться к данному факту более разумно? Или вообще надо пытаться вырваться с этой самсары? Классный вопрос. Но это не вопрос европейцев и индусов. На самом деле и европейцы, и индусы придерживаются двух точек зрения по поводу кармы, самсары, перерождения. И одна точка зрения, есть люди, которые в перерождение не верят, соответственно они говорят, после смерти этого тела ничего не будет, мы просто умрем и ничего не будет. И это как-то не очень вдохновляет, не очень вдохновляет, но об этом люди не говорят, они говорят, что все так живут, все так умирают. Но, соответственно, для этих людей, которые живут один раз, а потом умирают навечно, и тут появляется эта идея, оказывается, после оставления тела вы остаетесь, вы остаетесь, вы продолжаете жить. И это вдохновляет, согласны, да? Вдохновляет, тут я умираю, а тут раз, я буду жить. И там есть и рай, и ад, если ты будешь вести себя хорошо, попадешь в рай. И он супер вообще, а если плохо, то в ад, но я не буду плохо себя вести. Ну, то есть, ну, это вдохновляющее, следующая жизнь, она будет хорошей, если я себя правильно буду вести. То есть, это, что после оставления тела я остаюсь, я жив, это вдохновляющее, я хочу более лучшие условия жизни в будущем, поэтому сейчас я буду стараться вести себя правильно. Но есть люди, которые тоже знают про перерождение, но они понимают, что где бы я ни получил следующее тело, в этом мире мне придется в раю или в аду, это все про этот мир, то есть в раю это там, где много приятных ощущений для тела и чувств, для ума, а ад это там, где мало, там где боли очень много. Но человек понимает, что если мне придется родиться вновь, то это означает, что будут какие-то радости и горести, потому что в этом мире всегда есть радости и горести, даже в раю есть какие-то радости и горести. Я не хочу радости и горести, но для этого тогда тебе не нужно вообще здесь рождаться. И вот это получается две, два отношения к этой самсаре. Одни, те люди, которые хотят жить в мире, восхождении чувств, для них самсара, ну это то, что мне нужно использовать, чтобы в следующей жизни появиться где-то, где больше чувственных восхождений. А для других людей самсара, это все равно, где бы я не родился, это будет боль, радости, горести, двойственность. Поэтому я вообще не хочу рождаться, я хочу освободиться из этого мира, я хочу уйти из этого мира, где нужно перерождаться. Вот этих двух людей называют карми и гияни. То есть карми это те, кто хотят в этом мире лучше устроиться, поэтому они переживают, как вести себя правильно, чтобы жить на лучших планетах. И гияни это мудрецы, которые хотят получить освобождение и уйти из этого мира навсегда и не рождаться больше. Это два подхода. И как к этому относиться, к какой категории вы хотите относиться, это уж и вы решайте, что вас вдохновляет больше перерождаться вновь и вновь здесь, то в радости, то в горести, или выйти за пределы радости и горя и получить мукти освобождения. Но есть еще один вариант. Есть еще один вариант, это те, кто тоже хотят выйти из этого мира радости и горести, но хотят попасть в трансцендентную обитель к Богу. Потому что Бог, Он не в раю и не в аду. В смысле, понятно, что Он везде, но лично Он живет в трансцендентном мире. Вот это самая мистическая вещь. Но мы не будем сейчас об этом говорить. То есть есть просто такой вариант, это третье отношение к карме, что надо отсюда уходить из мира перерождений, но не просто выйти в туман какую-то, нирвану, но попасть в трансцендентный мир, где по-другому живу, где нет перерождения, но нет также радости и горести таких, как здесь. Там все по-другому. Как по-другому это сокровенное знание, оно не для всех. Такого опыта у нас нет в материальном мире. Это что-то за пределами нашего представления. И это сокровенное знание вы можете узнать у бакт, у чистых, чистых преданных Бога. Только они обладают таким знанием. Может быть, это вас вдохновит. И вы сами выберите для себя, какое отношение к этой самсаре вы хотите развить в себе.